Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Сегодня у нас очередная новиночка, это третий сольный альбом Билли Гиббонса Hardware. Я думаю, любой подписчик моего канала знает, кто такой Билли Гиббонс. Билли Гиббонс это гитарист, вокалист, основной автор и лидер коллектива ZZ Top. Кстати, ZZ Top именно, а не ZZ Top. Некоторые говорят, не, ZZ Top, надо говорить, не, не, ZZ Top. В общем, ZZ Top, Билли Гиббонс это практически равно, но не совсем. Все-таки Дасти Хилл и Фрэнк Берт некий вклад тоже совершали, как минимум, в плане аранжировок. Ну и, кстати, авторство некоторых композиций тоже приписано им. Так что Билли Гиббонс уже практически 10 лет творит сольно. Чем отличались его два предыдущих сольника от ZZ Top? В первую очередь, отличались более классическим звучанием. То есть, ZZ Top это классические стили, но направленные в более коммерческое русло. На сольниках же Билли Гиббонс уже не стремится к какой-то коммерческой популярности. Он делает более просто, более традиционно, как, видимо, ему больше нравится уже на старости лет. Пройдемся по трекам нового альбома и оценим, это ближе к ZZ Top или это продолжение двух предыдущих сольников Уильяма Фредерика Гиббонса. Кстати, нужно отметить, что уже обложка нам кое-что намекает. Посмотрите на ее внимательно. Это же типичная обложка ZZ Top 80-х. Это такой вот небольшой вам трейлер. Альбом открывается композицией My Lucky Cut. Первое, что бросается в уши, как я люблю говорить, это такой более блюзовый голос Гиббонса, нежели в ZZ Top. Не, понятно, что в ZZ Top его голос тоже блюзов. Но все-таки в ZZ Top он такой, у него более хриплый, более хриплая манера подачи, более близкая к южному року. Все-таки ZZ Top это классики южного рока. Здесь же все-таки он пытается петь в более блюзовой манере. Сама композиция имеет отличную такую подложку, ну это можно назвать даже рифом. Ну и разумеется в соло мы слышим такую пронзительную, узнаваемую гитару Гиббонса. Вещь простая, но качает в стиле лучших прямо вот грубовых вещей ZZ Top. She's on fire. А вот She's on fire композиция подходит идеально к обложке. Это почти тот самый ZZ Top 80-х, когда они достигли максимального коммерческого успеха. И стали знамениты по всему миру, а не только в южной части США. Мо-мо-мо. Я бы сказал, что это быстрый бу-бу-бу-буги. Густой звук. Кстати, я продюсировал звук сам Гиббонс. Ну и его слайд. Он отлично всегда работал слайдом. Здесь, если вы любите слайд-гитару, можете насладиться в полной мере. Like a vagabond, a vagabond man. Vagabond man. Балладный блюз подуставшего такого блюзмена, я бы сказал. Такая, может быть, где-то кантри-баллада. Это южно-рокерская баллада. И это блюз. Spanish Fly. Spanish Fly. Spanish Fly. Типичное название для ZZ Top. Типичное название для Гиббонса. Это психоделичный блюз с поп-припевом, такими с легкими отсылками к самому позднему ZZ Top. Вот к тому альбому, который они с Рубиным записывали. Последний на данный момент альбом ZZ Top. West Coast Junkie. Одна из лучших композиций альбома. Это ритм-энд-блюз, который мгновенно западает в голову. И вам хочется его ходить и напевать. Вроде как просто, но придумано. И очень, прямо так, хитово в стиле. Звук в этой композиции так фрагментарно стилизован под 50-е. Но. Только фрагментарно. Все же это типичный ZZ Top. Stacking Bones. Тут отличается композиция от других, наличием госпельных женщин в припеве. Но. В целом, это типичный, такой энергичный Бу Гиббонса. I was a highway. По мне, лучшая вещь на альбоме. Очень мощная. В припеве почти такой блюз-хард. Особенно, если рассматривать с точки зрения рифа. G-L-M-B-B-R. S-G-L-M-B-B-R. Так, композиция называется. Знаете, это настолько правильная вещь, что она звучит, как будто бы она бесконечно заезженная. Что для жанра, что для ZZ Top. Она вроде хорошая и правильная, и многим понравится. Но такое я уже слышал неоднократно. Come on, baby, get on down. Hey, baby, keep up. Это заигрывание с латинской тематикой, с мексиканской. От Гиббонса тоже довольно типичное. Такой мексиканский чил. It doesn't high. Пустынный блюз с запилом. А такие блюзы мне всегда напоминают о Джиме Моррисоне. Я думаю, что вы можете сделать вывод сами, после того, что я только что рассказал. Это альбом возвращения к ZZ Top. Он звучит не так, как два предыдущих сольника Гиббонса. Гиббонс соскучился по звучанию ZZ Top. Это довольно разнообразный альбом в рамках ритм-энд-блюза, блюза, южного рока, бугги. И он даже, я бы сказал, немного за рамками ZZ Top. Потому что ZZ Top были разные периоды творчества. Но в каждый свой период они играли определенный стиль. И альбом всегда выдерживался в рамках этого стиля, этого периода группы. Этот же альбом Hardware, он вне рамок. То есть он вне рамок ZZ Top. То есть он в рамках стиля, который я назвал. Но так обычно ZZ Top не делали. Потому что здесь есть корни разных периодов группы. Вы здесь можете услышать и самый ранний ZZ Top 70-х. Здесь, разумеется, есть ZZ Top 80-х, такой коммерческий. Здесь есть поздний, уже такой камбэчный ZZ Top, когда они вернулись. Здесь есть традиционная простота именно сольников Гиббонса. То есть слышно, что Гиббонс вдохновлен. Он не затягивает, он никуда не торопится. Он делает вещи на порыве, на порыве вдохновения. Моя оценка альбома 7,5 из 10. По факту, Гиббонс, узнаваем. Звук, узнаваем. На самом деле, если бы вам сказали, что это альбом ZZ Top, вы бы решили, что это ZZ Top, а не сольник Гиббонса. Просто Билли решил записать все то, что сочинилось. Все то, что сочинилось в тех стилях, в которых он уже писал на протяжении всей карьеры. И вот сейчас у него такой, ну он вспомнил 80-е, он вспомнил 70-е, он вспомнил 2000-е, он вспомнил 2010-е, он такой в 90-е, он взял что-то от каждого периода и написал еще качественного материала в этих своих же стилях. То есть любому поклоннику южного рока, любому поклоннику буги-рока, любому поклоннику такого чуть прихардованного ритм-н-блюза альбом зайдет 100%, поклонникам ZZ Top идеально. Этот альбом бы не потерялся бы на фоне лучших альбомов группы. Это лучший сольник Билли Гиббонса на данный момент, как просто наиболее интересный, наиболее разнообразный, не дающий заскучать, не звучащий уж слишком канонично и не загнанный в какие-то определенные рамки. Ну, кроме рамок именно вот этих стилей, из которых Билли Гиббонс не уйдет никогда, это понятно, это как бы его стили, он в них знаменит, а в них знаменит почему? Потому что он в них мастер. В общем, классично, качественно, бодро, не дают заскучать ни на секунду, качает. Гиббонс в свои 71 бодрее 95% южно-рокерской сцены. А с вами был Рокенкрафт, оставайтесь на канале, и будет еще очень много всего интересного, как всегда, вы знаете.